Какое оружие готовят демонстранты в Венесуэле против полицейских, как шумным соседям намерены мстить китайцы и на чем изобретательная американка приехала на выпускной вечер, об этом и не только в нашем обзоре. Не злите пассажиров забастовками. В американской Флориде в аэропорту люди пошли в атаку на охранников и полицейских после отмены их рейсов. Пилоты авиакомпании Spirit Airlines внезапно объявили забастовку. Сотни пассажиров столпились в зале ожидания и требовали возобновить вылеты. Ситуация в какой-то момент вышла из-под контроля. Досталось как полицейским, так и пассажирам. Но в итоге обошлось без тяжелых травм. Троих самых агрессивных пассажиров арестовали. Опасное оружие против полицейских. В Венесуэле демонстранты решили воевать со стражами порядка фекалиями. Так называемыми снарядами в упаковке будут швырять в полицию, если она силой станет разгонять митинги. Протесты у Венесуэли в последнее время не утихают. Страна буквально на грани голода. Больше 80% ее граждан живут за чертой бедности. В экономическом кризисе люди обвиняют власть и требуют провести внеочередные выборы. Катафалк вместо лимузина. Так неординарно в гробу. Американка приехала на свой выпускной. Меган Флаерти после окончания школы планирует заняться похоронным бизнесом. Сейчас она проходит практику в одном из ритуальных агентств. Будущее дело настолько захватило девушку, что она решила на вечеринку приехать в гробу. Такое появление произвело впечатление на одноклассников. Девушку встретили аплодисментами и овациями. Прибор для мести шумным соседям придумали в Китае. Устройство необходимо прислонить к стене и запустить. После чего оно начнет имитировать звуки ударов. При этом громкость и интенсивность можно настраивать с помощью специального приложения для смартфона. Пока прибор продается только в Китае и набирает популярность. Новинку продают по цене минимум 40 юаней. Это около 6 американских долларов. Выставку в честь легендарной группы Pink Floyd открыли в Лондоне. Ее приурочили к 50-летию выхода дебютного альбома музыкантов. Среди экспонатов 350 аудио- и видеозаписей Pink Floyd. Они иллюстрируют карьеру группы со времен лондонского андеграунда 60-х годов и до вершины славы мирового признания. В экспозицию вошла и копия фургона, в которой группа ездила по Британии на свои первые выступления.